Нас занесло в поселок Чапель. Это где-то под Балаклеей, между Балаклеей и Изюмом. Изучаем местные достопримечательности. В общем, несколько магазинов тут довольно неплохих, кстати, обнаружилось. Вот какой-то там мемориал Второй мировой войны там, как полагается, в каждом селе. Вот нас очень поразила вот такая вот конструкция солнечной батареи фонарем. Я не знаю, какой идиот поставил солнечную батарею в тени деревьев. Тут реально полдня как минимум тень. Это же не то, что у него высшего образования нет. Тут даже низшего не наблюдается. Это вообще идиотизм. Ну и тут еще есть памятник за деревьями как раз коммунистической эпохи, который явно нужно демонтировать. Я думаю, местная громада должна заняться этим чрезвычайно важным для страны вопросом. Потому что как бы памятники у нас коммунистической эпохи сейчас, мягко говоря, не в тренде. А Алексей Иванович пошел вот в магазин соседний искать кока-колку. Потому что без кока-колки ему жизнь не мила. А вот, собственно, и тут памятник коммунистической эпохи, который тут в ряды годы еще сохранился. Кстати, два дня, ой, блин, два раза в сутки тут таки ходит какой-то транспорт. В семь часов утра и в два часа дня. Больше отсюда вы никак не выберетесь. В общем, конечно, село довольно-таки зачухненькое, много разваленных брошенных зданий. Ну, как-то люди живут, поживают. Вот, а мы сейчас отправимся на Меловую скалу. Это где-то еще, наверное, час пути нам предстоит пройти. Сорок минут это для тех, кто лосит, но для нормальных людей это час. Для нормальных это сорок две. Сорок две минуты, вот Сережа подсказывает. Тут, конечно, блин, село такое довольно зачуханное, в общем, я вам скажу. Да, в советское время. Ну и сейчас время не советское. Магазин, кстати, довольно-таки неплохой. Вот.